Здравствуйте дорогие друзья. Начать хочу с того, что после установки второй беты моя жизнь в корне изменилась и виной всему стали фризы. Да-да, это подтормаживание на несколько секунд, которые могут произойти абсолютно в любом месте. Меня уже даже успели подколоть, что яблоко мол не то. И только я решил откатиться на стабильную девятку, как ребята из Apple обнадежили выходом третьей беты для разработчиков, дав ей шанс и я не прогадал, но обо всем по порядку. Фризы ушли, ну я не исключаю то, что они могли беспокоить только меня, а скорость работы системы стала реально быстрее. Исчезла некоторая задумчивость при открытии как штатных, так и сторонних приложений. В общем оптимизация идет полным ходом и это радует. И уже на этом этапе я могу с уверенностью сказать, что третья бета лучше той же AS9.0, которую показывали в сентябре прошлого года. Поменялся звук блокировки устройства и теперь он стал таким. Да-да, вы не ослышались и ничего не прервалось. Это не щелчок блокировки, а какой-то обрубок, но я думаю уже тысячи тестеров написали фидбэк, чтобы вернули все назад и думаю так оно и будет, потому как крутой звук щелчков клавиатуры из первой беты снова с нами. Ура! Следующее негодование пользователей по поводу двойного нажатия на кнопку домой для того чтобы разблокировать устройство при помощи Touch ID тоже было учтено и теперь если пройти в настройки универсальный доступ домой и активировав новую опцию разблокировать гаджет можно будет одним тапом, как и раньше. Не знаю как у вас, но у меня наконец-то пропали проблемы с App Store. Все открывается быстро, да и ошибок при обновлении приложений больше нет. А еще на иконке календаря день недели пишется теперь полностью. Мелочь, а приятно. Не забыли купертиновцы и о безопасности системы, которая к слову в первых двух бетах однозначно хромала. Теперь заблокированного экрана не вводя код или не прижав пальчик к Touch ID прочитать месседж или открыть любое другое приложение не получится. В остальном в третьей бете еще присутствуют вагоны и маленькая тележка различных отличий в интерфейсе, его восприятие и исправление огрехов, в том числе и в русской локализации. В комментариях жду ваше сообщение о том, что вам понравилось в этой прошивке больше всего. Подводя итог хочу сказать, что эту бету можно уже ставить тем кому не терпится. Все работает стабильно и батарейку не жрет. Публичная вторая бета для людей зарегистрированных в программе тестеров Apple появится вот-вот на днях. А уже в следующем видео я расскажу много интересного про iPhone 7. Подписывайся, чтобы не пропустить все самое интересное из мира Apple и высоких технологий в целом. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч!